Так, Игорь Март. Какова ближайшая перспектива в отношениях России со своими сателлитами? Белоруссия, Армения, Кыргызстана. Спасибо. Ну, все достаточно просто. Россия пытается, ну, Кремль, пытается сохранить и Белоруссию, и Армению, и Кыргызстан в зоне своего влияния. Это твердая имперская установка. Была бы возможность, завтра бы уже ввели в Армению и Кыргызстан войска, сместили бы власть или кусочек отхватили от того же Кыргызстана. Но уже и сил нет тех, которые были раньше. Россия уже, ну, бедная страна. Ну, совсем недавно еще все говорили, это в Кремле в основном, и пропаганда о том, что, и Примаков я помню, что мы сверхдержава, вторая сверхдержава. Но уже ни по каким параметрам Россия не является сверхдержавой. Единственный признак, на котором настаивает Кремль, ну, вот ядерное оружие, которое тоже в очень сомнительном состоянии. А если произойдет вот эта изоляция России, на которую напрашивается постоянно Путин, то это ядерное оружие, ну, вот как Рогозин, придется взрывать прямо в шахтах, для того, чтобы нанести себе ущерб и заодно всему остальному миру. Единственная останется возможность, мы к ней движемся очень активно. Ну, вот в Армении сейчас, так же, как в Грузии в свое время, через базы, через спецслужбы, через ГРУ, через провокации, что-то делается, какие-то попытки сохранить влияние на ситуацию, которая происходит в Армении. Возглавить какие-то движения, настроения, влияние на власть, на граждан очень активно. То же самое в Кыргызстане. В Беларуси это особенно не требуется, это, в общем, давно уже оккупированная территория, и там не военные базы. Там просто расположены воинские части, которые базами за пределами России даже и называть нельзя. В нужный момент, ориентируясь только на соглашение о количестве войск у западных границ, Россия перемещает необходимые военные ресурсы туда-сюда. То есть, задача простая, сохранить влияние, ну, не только с Белоруссией, Арменией, Кыргызстаном. Сейчас делается попытка через Абхазию, через Южную Осетию сохранить влияние на Грузию. Когда какие-то даже результаты были получены, когда отстранили от власти Михаила Саакашвили, его партию, граждане Грузии ошиблись тогда, поддержав, устав от реформ, я думаю, поддержав вот эти новые силы, как им казалось. А потом поняли, что это никакие не новые силы, это очень старые, связанные с имперской Россией, политики и их партии. Сейчас потихонечку выздоравливают. Так что, вот эта некоторая изоляция России, она на самом деле идет на пользу самой России. Теряются вот эти вот связи, которые губят перспективу развития России, экономического развития и политического. Я думаю, чем быстрее эти последние кусочки отвалятся от России, тем спокойнее будет развитие России. Но оно уже не будет особенно спокойным, но во всяком случае не таким трагическим может быть. Потому что вот Дагестан, Чеченская республика, это все очень сильные дестабилизирующие сегодня факторы внутри России. Спасибо. Спасибо.